10 июня 1985 года на экраны вышел советский художественный фильм Леонида Гайдая «Опасный для жизни». В этом году комедия исполнилась 37 лет, и сегодня я хочу рассказать вам о судьбе некоторых актеров этой ленты. Спартака Молодцова сыграл Леонид Куравлёв. Первая популярность к актеру пришла с фильмом «Живет такой парень», в котором он сыграл роль Пашки Колокольникова. Леонид Куравлёв был востребованным актером, который часто снимался в главных ролях. Например, он сыграл ведущие роли в картинах «Вий», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Ищите женщину» и во многих других. Фильмография актера состоит из двух сотен работ. К сожалению, Леонид Куравлёв покинул этот мир. Его не стало 30 января 2022 года. Актеру было 85 лет. Леонид Куравлёв похоронен на Троекуровском кладбище рядом с женой. Катерину, сестру Молодцова, сыграла Лариса Удовиченко. Будучи ученицей девятого класса, актриса дебютировала на экранах в короткометражном фильме «Счастливый кукушкин». Первую взрослую роль Лариса Удовиченко сыграла в 1974 году в картине «Дочки матери». Популярность к ней пришла после съемок в ленте «Место встречи изменить нельзя». Всего на данный момент в фильмографии Ларисы Удовиченко около 150 работ. Она по сей день активно снимается в кино. Актрису можно увидеть в фильмах «Самое обаятельное и привлекательное», «Собачий пир», «Женщины для всех», «Любить по-русски» и во многих других. Лариса Удовиченко была замужем три раза. В 1988 году она родила дочь Марию. Сейчас актрисе 67 лет. Водителя фургона Тамару сыграла Татьяна Кравченко. Первую главную роль актрисы сыграла в фильме «Восьмое чудо света». В фильмографии Татьяны Кравченко более 100 работ. Она играла в таких картинах, как «Овраги», «Небеса обетованные», «Дети понедельника», «Моя прекрасная няня», «Продается дача» и в других. Настоящая любовь зрителей к Татьяне Кравченко пришла после исполнения роли Валентины Петровны Будько в сериале «Сваты». С 1976 года и по сей день актриса играет на сцене театра Ленком. Татьяна Кравченко два раза была замужем. Во втором браке в 1986 году у нее родилась дочь Анна. Сейчас актрисе 68 лет. Алкоголика Александра Петровича сыграл Георгий Витцин. Актер снимался в кино с 1944 года. За все время творчества в его фильмографии накопилось более ста киноработ, а также более двух сотен работ по озвучиванию персонажей кино и мультфильмов. Наиболее Георгий Витцин был знаком по образу труса, который он воплощал в комедиях Леонида Гайдая. В таких как «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «Самогонщики», «Пес-барбос» и «Необычный кросс» и «Операция И» и другие приключения Шурика. Среди других работ актера можно выделить фильмы «Деловые люди», «Джентльмены удачи», «Женитьба Бальзаминова» и другие. До последних дней Георгий Витцин играл на сцене государственного театра киноактера, а из кино ушел в 1995 году. Свою большую квартиру в центре Москвы он отдал дочери, а сам перебрался в Хрущевку и жил очень скромно, но от всякой помощи отказывался. 22 октября 2001 года сердце Георгия Витцина остановилось. Ему было 84 года. Актер покоится в Москве на Ваганьковском кладбище. Максима Аркадьевича Дмитриева, жениха Катерины, сыграл Владимир Носик. Брат актера Валерий Носик – известный советский актер. Также у Владимира есть племянник Александр Носик, также ныне известный актер. В 1966 году Владимир Носик впервые снялся в кино. Он сыграл деревенского парня в картине «Иду искать». На данный момент в фильмографии актера более 170 киноработ. Он снялся в фильмах по улицам «Комод водили», «Звездная командировка», «Инспектор Лосев», «Самое обаятельное и привлекательное», «Темный мир», «Райские яблочки» и в других. Сейчас Владимир Носик редко снимается в кино. С 1985 года и по сей день он играет на сцене «Малого театра». Актер женат. В этом браке родилось трое детей. Сын Тимофей погиб 20 сентября 2002 года при сходе ледника «Околка» в Кармадонском ущелье, где он находился в составе группы Сергея Бодрова-младшего на съемках фильма «Связной». Также у Владимира Носика есть дочери-близнецы Екатерина и Дарья. Обе девушки-актрисы. Сейчас Владимиру Носику 74 года. Продолжение следует.